Добрый день Черничную поляну и не только, насколько я понимаю, но история у вас в Черничной поляну начинается. Роман, у вас Силы природы? Я представляю Силы природы, это группа компании O2 Development, у них есть несколько проектов, я лично из проекта Силы природы. Хорошо, и за кадром у нас не поместившийся в студию еще один представитель дольщиков компании Донки, я думаю, что мы во второй части программы обязательно послушаем, дадим слово и эти проблемы обсудим. Начнем со сверху общих цифр, у нас есть наконец-то свежий данный рост реестра поляновласти за 9 кварталов по продажам квартир. По отношению к 9 месяцам 2015 года у нас плюс 19 процентов. Вроде бы это рост, но если учесть, что в городе плюс 49, то получается, что темпы роста замедлились резко, и сейчас городские проекты обыгрывают областные новостройки, дольщики перетекают в город все активнее, там меньше проблем, там понятнее правила, хотя и несколько дороже по-прежнему, хотя уже сравнивается понемножку. На отдаленных окраинах, где-нибудь Шушарах, Парголово, можно найти комплексы по тем же ценам, она иногда и дешевле, чем Кудрово. И это означает, что конкуренция обостряется, это означает, что свободных денег у застройщиков больше не будет. Это означает, что решение вопросов проблемными объектами в значительной степени зависит от того, удастся ли найти компромисс. У нас всегда здесь несколько сил, у нас здесь обманутые дольщики при своих интересах, и внутри обманутых дольщиков тоже нет единства, не будем обманываться. Кто-то хочет деньги вытащить с санкциями, кому-то квартира нужна срочно, кто-то уже перешел на личную вендетту, в основном моральные аспекты решают. Есть застройщик со своими интересами, и там тоже все непросто. Во многих проблемных компаниях также отсутствует единодушие. Сейчас не будем конкретику водить, но это, к сожалению, тоже случается. Есть чиновники, прежде всего это госстроенадзор и строительный комплекс Ленобласти и районные власти. Есть еще на федеральном уровне, я не помню, Хинштейн у нас прошел, думаю, или нет, тяжелая артиллерия в виде депутата Хинштейна. Не знаю, не смотрел новые списки, но, так сказать, где-то он в засадном полку сидит в сторонке. Итак, пожалуйста, коротко ваша история. Объект, когда обещали, что получилось и сколько человек сейчас сидят на чемоданах или живут в тех условиях, которых не собирали жить. Пожалуйста, Анастасия. Стартовал проект «Черничная поляна» в Юках в 2011 году, тогда была объявлена о первых продажах. Представлял собой один многоквартирный малоэтажный дом и таунхаусы. Ну, буквально уже к 2012 году аппетиты застройщиков выросли до нескольких домов, количество таунхаусов сократилось. И уже к началу 2013 года он представлял, этот комплекс представлял собой 8 трехэтажных домов на 352 квартиры. И весь этот комплекс должен был ввестись в 2013 году, в течение всего 2013 года. Соответственно, проект увеличивался, и уже на каждый дом не хватало отдельной котельной. Потребовалась одна общая. То же самое произошло с участными сооружениями. Там отдельная котельная полагалась на каждом доме? Да. То есть изначально не требовались те мощности, которые потребовались уже, когда проект разросся. А в второй очереди тогда еще никто не слышал. Ну, в 2013 году появилась она. Это еще 4 дома на данный момент, общей численностью 240 квартир. Итого комплекс «Черничная поляна» — это 600 квартир, 600 пайщиков, которых, в принципе, уже можно всех считать обманутыми. Это кооператив. Это, да, это отдельные 12 ЖСК. Застройщик АМД-групп. Да. На тот момент мало кто знал, что у этого застройщика были другие объекты. Выступал он под другими именами и в других регионах. Самый известный — это московский проект «МК-групп» с Олегом Швыревым. Ни один из объектов этого застройщика с этими участниками до сих пор не введен в эксплуатацию. Есть прецеденты сносов. Были обращения к правоохранителям. А что за что? Самостроить? Самостроить. Это все самостроить. Как правило, это строительство на землях ИЖС. То, что произошло с пайщиками нашей второй очереди «Черничной поляны». Изначально земля была назначением ИЖС. Она была выведена из муниципальной собственности незаконно. Это подтверждено следствием на данный момент. И собственник у этой земли на данный момент частное лицо. Поэтому кооперативы, в принципе, очень сильно рискуют не получить ничего в итоге, включая даже землю и недостроенные свои четыре дома. Вот. В данный момент... Давайте подробно следствия. В какой стадии? Придявленное опьянение до суда? В последствии, к сожалению, только в Москве, да, возбуждено уголовное дело до суда довести... В отношении неустановленных лиц? Нет, в отношении председателя тех кооперативов московских и Олега Шварьева, который, собственно, не к земле и... Как говорила, Рыз, и чем дальше, тем старше... С какого года вы начали активно добиваться достройки инфраструктуры, домов, и что за эти годы изменилось, что сдвинулось на этой точке? Я думаю, что первая такая публичная активность была в 2014 году, когда к нам приезжал бывший зампред правительства, тогда Могачев. И было обещано ввести до конца года комплекс. Обещания не были выполнены, поскольку не все зависит от чиновников. Активно вступалась за нашего состройщика прокуратурам. Я не думаю, что какие-то изменения значительные произошли за это время. Получено разрешение, пройдена экспертиза инженерных узлов, вроде бы подключен газ котельный, там остались какие-то технические детали. Походу котельную могу сказать, я говорил час назад с вице-губернатором, он прокомментировал эту ситуацию, он сказал, что да, две недели до газа, через две недели он обещает газ подключить. И вроде как двигается ситуация с очистными и с водой, то есть там проблемы есть, они известны, они технически решаемы. Они финансово решаемы. Они не видят каких-то особых причин для проволочек, и по-прежнему обещает давить на кооператив, если это помогает. Мы считаем, что это помогает, безусловно, и со своей стороны тоже не оставим давление на застройщика, в частности через правоохранителей. Вендетты назвать это сложно, потому что за нами стоит еще вторая очередь строительства, у которой ситуация более плачевная, чем у нас. Если для окончания строительства Черничной поляны нужно добиться только ввода инженерных коммуникаций, сетей и достройки части очистных сооружений, эта сумма озвучена застройщиком порядка 9 миллионов, то есть весьма незначительная, поэтому нам до сих пор непонятно, почему застройщик до сих пор не может найти эти деньги и заскать, очень медленно строить вонососную станцию. Знаете, это такие первые впечатления, два года назад, когда вся эта история начиналась, я был в офисе, в другом офисе, рядом просто с тем, где размещалась Черничная поляна на Ждановской набережной. И соседи сказали, какие-то странные ребята приехали, начали бизнес, купили себе по дорогой машине, уехали куда-то. Вот первое, что они сделали. Это впечатление со стороны, то есть они никак не пересекались, не были знакомы, ну просто как соседи наблюдают друг за другом. Ну так оно, в принципе, наверное, и происходит. А все-таки, если говорить о второй очереди, вот вставая на место пайщиков, это злосчастка, второй очереди, чтобы они предпочли, посадить представителя кооператива или там легализовать землю, чтобы дома достроились? Конечно, они хотят достроить свои дома, с учетом тенденции снижения стоимости, ну или заморозки стоимости в этих проектах. Конечно, их вложение в 2012-2013 годах, оно сильно страдает. Это понятно. Ну, либо купят, но уже не то, они хотят достроить. Такая интересная машина, что ее запустить-то можно, ее останавливать тяжело. Она уже сама по себе работает. Ситуация их настолько плачевная, что и сумма для достройки их домов настолько значительная, что сейчас вроде бы есть уже инициативная группа пайщиков, с которыми, как Михаил Иванович, приходили к Москве, но они так давно общались, им было предложено со стороны правительства, предложена поддержка, если пайщики примут решение о смене застройщика и... Смена застройщика, да, есть такой вариант. Да, привлечение на каких-то интересных условиях нового инвестора. Технически он не всегда получается, потому что для этого нужно, по крайней мере, полное единодушие среди пайщиков, подавляющее большинство, потому что начинается раскол, то это, конечно... И все-таки вернемся еще раз к уголовному преследованию, просто это часть строительного бизнеса, да. Есть разные механизмы, позволяющие давить на застройщика. Можно устроить скандал в печати. Я и Антонина с удовольствием это поддержим, потому что на скандалах пресса живет и кормится. Особенностью он обоснован, есть документы. Но... Это работает в тех случаях, когда вы к этому относитесь, как к инструменту. Потому что, когда начинается реальное уголовное дело, человек там либо садится, либо уезжает, либо в суде доказывает, что он был прав, но я не припомню таких прецедентов. Все-таки это не про нас. И в любом случае стройка встает на достаточно длительный срок. Пресс-возможность ареста квартир. Возможность ареста квартир. Дальше там... Ну, это веточка этого дела, история с банкротством, со злостным банкротством. Это совсем все плохо и печально, потому что, к сожалению, по 214 МФЗ, где обещаны были разные преференции для дольщиков, все равно почему-то они оказываются в конце очереди за деньгами главной компании. Там такая проба желающих возникает. То есть это инструмент один из... Ну, вы же знаете, вы владеете инструментом. Вы же в Москву ездили зачем? Это тоже инструмент выразить публичное несогласие с прозицией правительства и правоохранителей. Причем так местечко выбирали удачно. Где вы отметились? У Следственного комитета, я знаю. У Администрации президента, у Следственного комитета, у Государственной думы. Долго, мокло, под дождем стояло. Ну, смотрите, если бы вышли с маломальским политическим каким-нибудь лозунгом, к вам бы немедленно пристроился второй-третий человек, у вас бы тут же замелизаны санкционированные митинги, да? Моментально. Одиночный пикет можно. По нашим наблюдениям, до поры, вот буквально до последних дней, к обманутым дольщикам полиция относилась более-менее лояльно. Ну, не вентили. Ну, выступают люди, выступают. Даже когда власть ругают, даже милиция и полиция. Понятно, за что. В общем, а куда вы смотрели эти 3-4 года, и почему тут так все развернулось? Ну, вот первая, к сожалению, ласточка у нас была, валютных ипотечников, выписи банка, там пару дней назад в Москве замели все-таки. Возможно, это... Ну, это особая категория обманутых, наверное. А в чем особенность? Ну, это уже, наверное, что-то такое личное. Я встречалась с группой валютных ипотечников в Петербурге. Мне показалось, что люди живут этим процессом, и их организация... Мы с вами об этом лет через пять поговорим. Если вы к этому времени разрешите свои проблемы... Не плохо существуют, да, деньги таких же потерпевших со всей России, которые осуществляют добровольные пожертвования. Это немножко другое. Да, это активная часть, это верхушка общественности. Это, к сожалению, в кооперативах тоже бывает. Среди дольщиков, может быть, среди отдельных кооперативов есть, но среди коллектива обманутых дольщиков, среди инициативных групп я такого не встречала. Среди объединения инициативных групп. Замечательного объекта в Пушкине на улице, архитектора Дани, если не ошибаюсь. То, что потом превратилось в мое сердце. Компания РКГ. Да, это наша компания. До этого там была долгая история с банкротством, там кооперативная схема, все дела. Просто правление кооператива, которое было создано с пайщиков, я обещал достроить, они почему-то получили вместо единичек по трешке, оказавшись в правлении. А часть пайщиков оказалась за бортом, потому что документы у них неправили. Тут, к сожалению, это все то же самое начинается. Ну, там сейчас ведется следствие, завтра будет встреча по этому поводу. Вы знаете, не то, чтобы я не доверяю нашим славным органам, очень доверяю. Я впервые в жизни видел такое постановление следователя о том, что гражданин Романов, которого подозревали в мошенничестве, во всем оказался прав, а виноватого правительства города, которое поменяло законодательство по инвестиционно-тендерной комиссии, и вернули господину Романову не только квартиры, но и Мерседеса, которые у него по ошибке отобрали. Больше не приходилось видеть таких интересных бумаг. Следствие будет, но я сомневаюсь, что будет от него толком. Ну, уже просто, дом уже заселен, да, вот уже все случилось. Ну, продажи идут, там на сайте вывесена квартира. Возможно, вторичные, возможно, осталось что-то еще небольшое. Просто было уже несколько решений суда, которые отказывали от признания прав тем дольщикам, пайщикам, которых был недостаточно полный комплект документов. Не доказали. У вас какие обозримые горизонты? Вы надеетесь, что дом ведут когда? Ну, и дом у нас восемь домов, восемь оперативов. В первую очередь я уже не называю никаких сроков, я думаю, что и правительство тоже их не назовет. Они ориентируются на конец года, то есть к этому сроку они рассчитывают ввести и достроить инженерные коммуникации, но теми темпами, которыми сейчас строительство ведется. А сейчас уже октябрь. Да, я думаю, что это неисполнимые сроки. Дай бог, чтобы застройщик до этого времени не сбежал. То есть там кроме инженерки все более-менее? Да. Как вы там живете? Нет, я не живу, я снимаю четвертый год. Комплекс заселен, я думаю, что наполовину точно. В основном это молодые семьи с детишками, которые не могут себе позволить снимать что-то. Они продали свое, возможно, единственное жилье, часто в регионах, и приехали сюда, поскольку послушали обещания застройщика о скорейшем вводе комплекса. И поскольку дома были уже построены и подключены к каким-то временным коммуникациям, то есть минимальные условия для комфортной жизни, назовем так, комфортной жизни, были созданы, тепло есть, вода есть, свежий воздух, домики, дружный молодой коллектив. И люди заехали, сделали ремонт. И в этот момент они оказались заложниками. Как только они начинали требовать права и пытаться получить какую-то достоверную информацию со строщиком, говорили, что вы живете здесь незаконно. Люди, да, живут без регистрации. Очень многие. У кого есть альтернатива, возможность зарегистрироваться в городе где-то у родственников или кто-то из Петербурга, те, в принципе, не сильно страдают тем, что они живут в этих домах, которые не введены. Но я знаю таких ребят, которые участвовали в пикетах, которые были остановлены сотрудниками полиции для проверки документов. И когда выяснилось, что у них нет прописки, сотрудники повелись очень корректно, потому что они выслушали объяснение пайщицы, которая сказала, что вот видите, я с детишками, у меня нет прописки, я не могу прописаться. Я бы хотела прописаться, именно поэтому я здесь. Да, к нам относятся весьма лояльно, безусловно. Я не знаю, пока нет команды ФАС или еще до какого-то времени. Может быть, за нами наблюдают для того, чтобы использовать все-таки это достаточно мощная сила, для того, чтобы в каких-то волнениях использовать. Но я очень надеюсь, что к нам все-таки относятся не как к футбольным фанатам. Астасия, спасибо. Давайте у нас времени все-таки ограничено. Роман, ваша история. Я к вам с полей еду. У нас сейчас приходит тире одиночных пикетов. Вот сейчас парадный дом 3. Мы у офиса группы компании УДА, в котором сидят наши представители нашей компании. Одиночные пикеты проводим с целью добиться от застройщика хоть каких-то маломальских сроков, вообще каких-то движений на строках. Потому что застройка стоит уже полгода, ничего не делается. Для виду может пройти один человек, что-то где-то раскопаться. Они говорят, что да, они что-то делают, но мы это не видели. Когда мы летом, у нас был палаточный лагерь, причем перед офисом продаж. Мы там имели право сложиться, это наша земля, там палаточки и все. Они накружили нас забором, сказали, ребята, это уже стройка, сняли вывеску. Милиция и прокуратура повели себя, встали на сторону группы компаний УДА ДВЛОБИН, сказали, что в принципе это уже стройка, ребята, незаконно здесь будет предписание, сейчас вам что-то уходили. Мы с этим не согласились, и в принципе эта тема замялась. Мы сами ушли, только после того, как нам были даны обещания от Москвина, вице-губернатора. Он обещал нам помочь разрешить, оказать какое-то давление на застройщика. Потому что рычагов у администрации нет вообще никаких. Он нам сказал, Максимум это правоохранительные органы. Мы разные подразделения, мы попытаемся чем-то вам помочь. В итоге они обещали нам какие-то движения, обещали максимально содействовать. Но по факту мы собрали лагерь, уехали, и через месяц результат нулевой. Настройки никого нет, дома обещают, все затоплено. — Сколько процентов просрочек? — Просрочку больше двух лет, там в районе где-то 2,5 года, наверное. В 2014 году должны были сдавать. — Сколько процентов готовности? — Заявляется и на сайте у них, и из их уст, и разных письмок, то, что мы получаем, они утверждают там цифры в районе 90% готовности первых двух домов, это первая очередь. Но, к сожалению, я с этим не соглашусь, я был там, я видел, что происходит. Коммуникации нет. Нет коммуникаций. Внутри в домах выборочно сделано отделка выборочно, где меня проводили, вправо-влево и не пускали ходить. Но я понимал, что там ничего нет. Где-то рабочие, что-то, как бы, видимо, тоже какой-то конфликт у них произошел, да, рабочий. Где-то что-то рабочие сорвали, вынесли, сдали, пошли, да. Вот. Поэтому где-то разбиты стекла. — А сколько квартира скуплена? — Да, у тебя батареи. — Слушайте, у нас куплено, к сожалению, вот я с Майя стал очень инициативным, потому что я понял, что здесь уже, к сожалению, движения нет никакого. Просил документы, там, рейстор пайщиков, как бы, какие-то метры, да. Но документов мне показали со слов, да, у нас есть квартиры, там есть порядка, там, сколько-то тысяч метров, да. Сейчас не будут цифры, цифрым оперировать, потому что документы я не видел, это все со слов. И нам, как бы, как бы, из стройнадзора пришло письмо, что у нас порядка 2666 пайщиков, да. По факту я в лицо видел людей, но не больше, чем 400. Как бы вопрос, а где вот эти все остальные квартиры? Ну, мне все-таки, я надеюсь, что вот сейчас в серии одиночных пикетов все-таки председатель выйдет с нами на связь. Обещали вот сегодня, как бы, если мы прекратим акцию, переговорить во вторник. Мне надеюсь, что это раньше все-таки произойдет, чтобы мне показали четкую цифру. Я хочу просто проверить, где вот эти квартиры, на кого они оформлены, что это вообще такое. Мне, конечно, сказали, что я не имею это право делать, но я считаю, что как пайщик я имею право это знать. Это, как бы, ситуация, конечно, у нас очень прочная. То есть, вы полагаете, что часть квартир на подставных? На подставных лиц, там, может быть, на каких-то организаций, в счет каких-то работ, которые не делались. Предполагать можно очень много, да? Вот во вторник, ой, вернее, не во вторник, в четверг мы идем в Главное управление УМВД города Санкт-Петербурга и Градской области и надеюсь, что нам дадут ответ на какой стадии следствия, что они проверили, что они планируют, потому что у нас аппекет проходил вот один раз в этой ситуации. Вернее, не ускорить, они уже давно разбираются, да? А вот с иными там. Вот. Это по первой очереди. А по второй очереди у нас по предписанию, значит, перевели, ну, дали предписание перевести людей на ДДУ, да? Да. По 214-му закону. Но самое смешное, денег на перевод нету. Там должен застройщик износа делать. Денег нет. И поэтому по факту то, что есть предписание, нет, как бы, это ничем нам не поможет. И в любой момент, в любой момент, если стройка встанет, да, или что-то случится с нашей компанией, то мы останемся ни с чем. Там единицы оформили себе ДДУ. Я лично не оформил и тоже, как бы, пока еще в ДУМах оформляйте или нет. И даже сейчас люди, кто хочет подать на оформление, да, пока не может это сделать. Потому что официально заявлено, что нет денег. Ну вот. А в каком состоянии вторая очередь? Значит, четвертый корпус у самого начала, как был, Клотлован, так и остался. Просто яма затопленная. И в ней там пару, там, ну, несколько слайд там торчит. Я с третьего корпуса у нас построен на нескольких этажей из, там, больше десяти этажей. Построен сегодня только каркас, палы, ничего нет. Но начали выкладывать стены из газобетона, хотя должны были панели уставить. Вот. И на этом все остановилось. Деньги резко испарились. Люди, конечно, сейчас на грани. Как бы, многие идут, там, пытаются через суд что-то доказать, Многие ждут, да. Я считаю, что нужно максимально, конечно, помочь нашему застройщику, насколько мы можем, да, найти какой-то компромисс этого решения. Но все-таки я надеюсь, что проконтительные органы с местной властью администрации, да, и, надеюсь, и как бы найдут какой-то рычаг давления на них. Вариант смены застройщика обсуждается? Обсуждали, обсуждали, и нам предлагали оказаться действия о власти Немного области. Вот. Но, к сожалению, тут должно быть единство между пайщиками. Да. А у нас проходило собрание 8-го числа, да. К сожалению, туда пришло, ну, порядка, там, 400-500 человек, а по факту у нас по документам 2666 человек. Поэтому у меня вопрос закон закономерный, а где все остальные люди? Где они? Если человек вложил несколько миллионов, то он явно придет из другого города, приедет на такое важное собрание. Вот. Поэтому хотелось бы разобраться в этом. Может, там ошибка в документах, а может быть, что-то еще интересное. Запятую они там поставили. Да. Пакеты, митинги, которые вы проводите, они эффективны, на ваш взгляд? Ну, какие рычаги действуют? Рычаги, смотрите, был, я считаю, очень эффективным. На нас обратила внимание власть, да. Им не нравилось то, что перед самим выбором мы сидели, да. Дали нам много гарантий, обещаний, как бы, да. И результатом осталось, осталось, а вот, а не там, как бы, ничего мы не получили. Потому что после выборов нам сказала администрация, что рычагов у них, давления нет, они не могут прийти и обязательно заставить кого-то, да. Они сказали, что вот вам все-таки придется раз мирным путем, да, есть способов там с этих собраний, встреч, если вам не собрать столько людей, да, для выбора какого-то движения дальнейшего, то правоохранительным органам обращайтесь. Ну, так они нам, конечно, обещали помочь, да, чем смогут. Но на данный момент, к сожалению, да, у нас это, мы заложники этой ситуации, нам ничего не сделать. И у нас ЖСК, это самое незащищенное, самое такое раздолье для людей нечистых на руку тут, поэтому, к сожалению. Роман, ситуация понятна. Тоня, давайте сделаем паузу. Итак, продолжаем нашу программу. Сегодня говорим о проблемных объектах обманутых дольщиков. К нам присоединился Алексей. Алексей, добрый день. Здравствуйте. Это нетривиальная история, потому что таких объектов у нас мало, потому что это апарт-отель. Если не ошибаюсь, у нас идет речь о комплексе ВИВАТ, это бульвар Крыленко, улица Крыленко, да? Да, Дальневосточный. В двух словах, ваша история. Когда началась, в какой стадии сейчас объект, что обещают, что говорят? В общем, в конце июня заключил ДДУ, понял, что не разберусь. Одна короткая реплика по договору долевого участия можно продавать не только квартиры, но и иные объекты. Это важно. Да. В общем, понял, что сам не разберусь, обратился в Крыльбургскую недвижимость. Цена была премлемая. В принципе, мог за эту цену купить где-нибудь в Кудрово или в Девяткино, но почему-то остановился навевать, потому что там уже обжитый район, инфраструктура вся есть. Вот. А сколько талометра стоил? 55 или 60. Ну, достаточно интересное предложение. Подогревали еще СМИ тем, что будет резкое продолжение за счет того, что застройщиков обяжут социалкой, там, школы, там, дороги. В общем... Уже обязали. Да. Значит, через месяц застройщик вывез всю технику в конце июля 2015 года. В октябре Табудовская недвижимость расторгла договор сотрудничества с застройщиком ДОНК. В течение 9 месяцев нам говорили, что на следующей неделе выйдут в офисе строители. Ну, терпение лопнуло. Перешли к активным действиям. Каким? Начали собираться, делать плакаты. освещать это в СМИ. Добились внимания общественности, властей. Как результат, сейчас там появился новый инвестор, новый генподрядчик, инвестор СК Монолит, генподрядчик Z-Group. Вот. Идет работа по очистке корлована для изоляции, подготовки к заливке плиты. У вас в договоре произошла рамена стороны или они купили ДОНК? Я вот еще не понял, как бы нам не до конца рассказывать информацию. Ну, будет, сейчас ДОП-соглашение. ДОНК остается как бы застройщиком. Формальным застройщиком остается ДОНК. Значит, это покупки компании. Смотрите, друзья, в чем тут засада. По действующему законодательству и по судебной практике, главное, суды крайне неохотно присуждают владельцам апартаментов, даже если документы все на руках, право на помещение. Если банкротится застройщик, то те, кто покупал апартамент, имеют право там требовать свои деньги в ряду всех других. Вот этого приоритета, как у дольщиков, нет, право потребовать квартиру. Поэтому банкротство застройщика, вот в случае с апарт-отелем, это крайне нежелательный результат, потому что для дольщиков непредсказуемый. Здесь, да, здесь самое разумное это замена застройщика. Насколько я знаю, там неприятности были не только у Донг, но и у других компаний-группы. Это у нас господин Артеев возглавляет несколько структур. И там системные были неприятности по бизнесу, еще связанные с спортивным центром, там он рядом находится, да, он достроен, но не введен в эксплуатацию, хотя он практически все готово, там они его продавать пытались. То есть сейчас там есть новый застройщик, работа возобновились на котловании, нет пока? Да. Сроки, новые объявляют или это до ДОПКа будет? До 31 марта 2018 года. А обещали что-нибудь? В смысле? Доплаты, компенсации или просто передвинули сроки? Пока предлагают ДОПК не подписать, но мы, конечно же, будем требовать компенсации какие-то, потому что мы продолжаем, у нас много кто, семьи продолжают снимать, тратить свои деньги, вот, поэтому, конечно же, будет разговор. 214 закон предусматривает компенсацию в случае просрочки по договору по апартаментам, не знаю, до московской практики смотреть, там такие дела уже есть, в Петербурге просто не было пока. И по последним судебным решениям получается достаточно интересная для дольщиков картина. Суды присуждают от 200 тысяч до 5 миллионов. Там есть такие прецеденты, когда 6 лет прошло просрочки, и, значит, человек получил за квартиру заплатил миллион 200 и 5 миллионов получил сверху. А получил? Я вот судебных дел еще не видел, исполнительный лист он получил, скорее всего. И для нас эта тенденция не то, что радостная, а скорее тревожная, потому что, насколько мне известно, юристы просто приходят дольщикам, у которых есть, уже обычно есть квартиры, есть на лицо документы, а просрочник говорит, дай копию документов, больше ничего не надать. Да, я обращался, кстати, в одну из таких компаний, предложили бесплатные услуги, но над ДУ, только по ДДУ, как оказалось, да, и у нас как бы мне рассказали, что у них очень хорошая практика, они получают деньги именно с процентов, прямо очень так вот. То есть выиграли все. Они получают деньги и бесплатно полностью все вам делают, вам выбивают деньги и себе с этих денег вы им платите абсолютно. Потому что я сейчас, вот мы искали тоже себе юриста-адвоката, минимальная стоимость от 30 тысяч первоначальный взнос, да, не считая дополнительных расходов, в среднем где-то 100-120 тысяч получается нужно заплатить, если у нас же СК, да, а если было ДДУ, полностью все обслуживание бесплатное. Я немножко не об этом, я хотел сказать о том, что если таких дольщиков набирается больше 10%, проект можно закрывать. И следующие проекты компании тоже, потому что деньги у нее кончатся. Потому что это арифметика, здесь нет ничего обидного или неприятного. По данным Росстата сегодняшняя рентабельность строительного, то есть в жилищном строительстве 3,5% средняя по больнице. Ну, это к слову, да? Поэтому мы, если говорить о прессе, о той части, которая более-менее консолидирована с правильным сообществом, мы, конечно, поддерживаем ДДУ, по одной простой причине, ДДУ это наши читатели. Мы очень осторожно относимся к попыткам получения компенсации, прежде всего, потому что там юристы, адвокаты, а это публика, с которой надо быть крайне осторожным, крайне, потому что у них свои интересы. Естественно, я бы нисколько и никогда не возражал против компенсации, например, в размере арендной платы. Вот у меня документ, вот мои затраты, отдайте, какого лешего. Это понятно. Но у нас ведь, к сожалению, и арендаторы с договором это большая редкость. У нас же 9 из 10 никакого договора не заключают, кто как снял, тот так и устроился. Алексей, как вы рассчитываете? Вот те обещания, которые вам дает новый подрядчик и городские власти, похожи на правду? То есть, есть надежда, что в обозримые сроки апарт-отель будет достроен? Ну, сроки сдвинулись на полтора года. За полтора года такой дом можно построить. У вас на прошлой передаче был, по-моему, представитель Салюта. Да, Сергей Ногай. Ну, полтора года. Это средний цикл для зданий такого класса. Это же такой же проект. Ну, вы знаете, в Китае матричным принтером строительным строят за 22 дня 16 этаж. я видел. То есть, можно и быстрее. Если снова будут какие-то проблемы, просрочки неприятностей, вы снова прибегнете к публичным акциям? Уже такой инструмент опробован. Или в суд будете обращаться, например? Ну, наверное, скорее всего, акция. В принципе, за нами уже как бы СМИ следят, то есть, уже сами обращаются к нам, да. и интересуются, что у вас новенького, что происходит. Давайте фоточки показывайте, как дела. А что-то меняется на фотографиях? Да, конечно. Ну, если уже строители работают, дело пошло. Добились результата неплохого за короткое время. Отлично. Позитивная нота, это приятно. Роман, вы рассматриваете возможность замены застройщика, если пайщикам удастся договориться? К сожалению, у нас две очереди и все на ЖСК. Грубо говоря, вторую обязали, да, переходить на ДУК. Я понял, понял ситуацию. И мы физически никак не можем повлиять на них. У нас неизвестны эти люди. На данный момент у нас в формуле X не хватает людей. Кто эти люди? А у вас сколько проданных апартаментов в комплексе? Там сколько должно быть? 400 у нас было? 67. Проданных. Да, по Росреестру. А всего сколько помещений апартаментов? 532 в двух комплексах. То есть, небольшая часть относительно. То есть, новому застройщику есть что продавать? Да, конечно. А у нас в первой очереди тоже есть, как бы в третьей очереди нам сказали, до тысячи всего квартир продано из там более двух тысяч квартир, да, а в первой осталось порядка, сейчас не ошибиться, порядка, кажется, 40 тысяч квадратных метров, да, ну, не видя документов несложно. Это наш, в принципе, проект интересен инвестору, да, какому-то. И администрация нам предложила, варианты, есть варианты, но, к сожалению, ЖСК встал в позу и сказал, что, ребята, мы не будем присутствовать на ваших собраниях, да, хотя их прокуратура обязала, кажется, полгода назад привезти это собрание, собрание до сих пор не проведено. они сейчас вызывают, позвонивают всех по одному человеку, все вызывают несколько дней в неделю, да, и беседуют с каждым как бы человеком, что у нас все хорошо, все будет в процессе, поэтому ситуация у нас абсолютно непонятная. И Москвин, видя это, то, что мы внутри себя как бы не можем собраться, он не может прийти, просто сказать, что все, уже скатер будет, наш, вот вам застройщик, нет. У нас, к сожалению, есть председатель, да, который всем управляет, все, и у нас нет рычагов давления, да, вот если были бы все люди, мы могли бы что-то изменить, к сожалению, нет пока этих людей. И возможности собрать общее собрание у вас тоже нет. И нет собрания тоже нету, к сожалению. Да. Интересная информация противоречия встретила, вот сейчас говорю с Романом, буквально неделю назад в приемной у Михаила Ивановича встретила другую инициативную группу Сил природы, как я понимаю, и они мне рассказали, что правительство помогло им провести собрание, предоставило помещение для проведения собрания, но оповещением пайщиков занимались сами пайщики. Здесь какой-то особый корпоратив имеется в виду. Расскажу, расскажу, очень интересная ситуация была, когда у нас ситуация с палаточным лагерем, да, началась, мы собрались и там, и администрации как бы должны были что-то, да, уже предпринять, они сказали, ребята, мы вам дадим помещение, да, но вы сами организуйтесь, сами там соберитесь, да, вам нужно провести собрание. И мы решили, как бы вот это нам дают помещение, мы собираем людей, смотрим, сколько людей, в группе объявления вывесили, там листы, как бы опросы, там голосование, но по факту пришло на собрание из 2666 человек, да, порядка 400-500, да, по моим расчетам. То есть, к воруму не собрали? Соответственно, к воруму не собрали, мы сделать ничего не можем. Москвин предлагал делать заочное собрание, да, но для этого нужно заполучить списки и адреса. И адреса. И автор. А они, к сожалению, не могут предоставить, ни правоохранители. То, что не могут, не хотят. У кого эти все данные есть? Они не имеют права. У нашего председателя. У председателя кооператива эти данные есть. Список членов кооператива у него есть. И сегодня это... По любому запросу правоохранительных органов он обязанного предоставит. Но третьим лицам они не могут предоставить, пайщикам. Да, сегодня мне отказали, я сегодня просил, как бы... Вот без телефона хотя бы можно список людей? Мне сказали нет. Ну почему хотим список людей посмотреть? Что это? А реестры не могут спросить. Интрига. Хорошо. У нас интрига. На этой загадочной ноте я чувствую, нам придется к этому возвращаться. Антонина тоже всю информацию слышит. Я полагаю, что и Фонтанкой этим будем заниматься, и мы, конечно, не движемся в Петербург. Время программы подходит к концу. Я предлагаю сделать раз в месяц вот эти полчаса уделять встрече с дольщиками. Я не обещаю, что мы снова вас позовем, что у вас лежит Анастасия Перечня, там мы шли в Сельбургский дворик, там ЖК Воронцов. Айда Дом. Айда Дом. Много чего интересного. Там тоже компенсации начались. Так что раз в месяц будем возвращаться именно к этой теме. Спасибо, что приняли участие. Спасибо, что держали себя в рамках и в руках. Я понимаю, не всегда это легко. Надеюсь, что ваши истории все-таки благополучно завершатся. В этом все заинтересованы. Всего доброго. До встречи в Челезнедире. До свидания. Спасибо, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова